Детская школа искусств Я понимаю, что с каждым годом я все равно чему-то новому учусь Потому что, ну хотя и кажется, что учитель одно и то же объясняет Начал первый курс, второй, третий С простых каких-то форм Какие-то кубики, конусы, гипсовые модели Потом сложнее и сложнее Потом мы детей выпустили И пришли опять новые дети И вроде бы то же самое Но, во-первых, дети очень меняются Если в конце 90-х годов, когда я начинала Ну, с одной стороны, все одно и то же А с другой стороны, вот сейчас мы учим детей Которые родились уже, ну, в 2010 году, в 2012 Ну, начиная с 2004 года Когда началась эра интернета Мы даже сами не заметили, как она Заняла очень важное место в нашей жизни А теперешнее молодое поколение, они выросли Они вообще не знают, как это, когда нет интернета Например, хотя бы Если даже вот мы рисуем композицию И раньше я переживала, что дети мало читают И рисуют по памяти какие-то мультики То сейчас дети рисуют уже не мультики А компьютерные игры Каких-то персонажей из компьютерных игр Но можно, конечно, стараться с этим бороться Но мы, конечно, рисуем, допустим, на композиции Иллюстрации к литературным произведениям Все-таки дети, конечно же, в школе у нас читают Но иногда я давала такие задания Когда надо нарисовать компьютерную игру Композицию по своей любимой компьютерной игре Во-первых, это очень большой интерес у учеников вызывает И я многое о них узнала Свои занятия по рисунку Евгения Владимировна Стараются сделать нескучными Чтобы заинтересовать учеников Более глубоко погрузить в творческий процесс На уроках Евгении Урм есть место фантазии Новшествам и современным тенденциям Я помню, что я первый урок, который я пришла вести У меня были девочки, такие уже достаточно старшего возраста Ну, старшеклассницы Они обучались на отделении художественной вышивки Но рисунок и живопись у них тоже обязательно был И я такой простой интерморт им поставила Какой-то глиняный горшочек Не помню, уже яблоко или что-то Деревянную ложку положила Я помню, как они просто взвыли Что опять горшок Они уже на втором курсе обучились, когда я подошла Я так опешила Потому что я привыкла, что в художественной школе Мы этих горшков перерисовали море Всевозможных пропорций, размеров и так далее И для меня это было всегда Как нечто неоспоримое Так надо И тут, как бы, думаю, надо же Оказывается, вот не все так готовы С таким маньячным упорством Вот это вот рисовать И поэтому, значит, надо искать какой-то подход Ну, действительно, что-то интересное такое поставить Я помню, мне просто попались Вот какие-то, казалось бы, мусор Пластиковые бутылочки, как из-под спрайта Сейчас они самых разных цветов Малиновые, зеленые И бумажные стаканчики из-под кофе И такая постановочка у меня сложилась И, конечно, раз она такая яркая То ее и хотелось нарисовать не традиционными материалами Ну, там, простой карандаш или акварелью А взять маркеры Взять, допустим, даже такие текстовыделители Вот неоновые маркеры Они же, ну, такие яркие И привлекают всегда внимание Вот И такой подход смешанной техники Когда и маркер мы используем И цветные карандаши Или с акварелью Какую-то прокладку Ну, это всегда как-то развивает и воображение ученика И мастерство Потому что, ну, да, мы должны оттачивать мастерство штриховки Допустим, вот сейчас девочки у меня начинают гипсовую голову Ну, конечно же, мы ее не будем ни маркерами рисовать Не цветными карандашами Это простой карандаш Такая студия Евгения Владимировна радуется успехам учеников Причем не только их наградам, призовым местам и дипломам Для педагога важно видеть Как ребенок растет Как у него развивается самостоятельная творческая мысль Как он все увереннее держит в руках кисточку и карандаш В преподавании всегда есть место творчеству И взаимообогащение ученика и учителя Вот этот подход, когда вот То, что я вспомнила, что Ну, вот кому-то показалось скучное Рисовать обычный глиняный горшок И ты начинаешь думать А потом художник сам тоже может переживать Какой-то творческий кризис Когда вот, ну, ничто не радует Ну, все как-то бесцветно Краски померкли Кажется это бессмысленным И вот, когда ты ставишь перед детьми Какую-то задачу перед учениками И сам тоже получаешь какой-то заряд творчества И у меня еще пять лет назад набралась вот впервые взрослая группа Мы в школе открыли группу для людей старше 18 лет И к нам пришло много желающих И вот эта группа тоже мне дала очень такой прилив вдохновения, энергии Потому что, ну, со взрослыми учениками немножко по-другому уже занимаешься Они по-другому замотивированы Некоторые ходят по несколько лет И поэтому тоже ты их не можешь Вот как новичков там, опять же, по ступенечкам вести Какой-то тыквочку нарисовать Какой-то горшочек, кубик и так далее А уже думаешь, а чем их удивить А какой на этот раз поставить натюрморт Может быть, он будет просто самым обычным А может быть, какие-то необычные предметы Ну, даже вот мы рисовали Ну, я нашла в интернете По-моему, Чистяков Это вспоминал Серов, ученик Чистякова Ну, выдающегося преподавателя Который воспитал много великих наших художников Классиков Что когда преподаватель просто смял бумагу И поставил ему эту постановку Как-то я буду рисовать мятую бумагу А оказывается, это тоже такое богатство И пластика вот этой формы Ну, не просто вот как мы рисуем драпировки Там складки ткани задрапированные А когда вот там много-много всяких заломов Вкладочек и вот эта вот мятая бумага Это тоже оказалось такой богатый простор для творчества Евгения Владимировна, как и многие дети С детства проявляла интерес к рисованию Но с возрастом не забросила его А углубляла знания, оттачивала умения И в итоге пришла к тому, чтобы превратить увлечение в дело жизни Евгения Владимировна, расскажите про ваш творческий путь Как вы вообще пришли в живопись Из семьи ли вы, может быть, художников Или вы самостоятельно начали эти мубликации И как? Нет, мои родители Научные работники, математики Но я с детства Очень любила рисовать Ну, хотя, наверное 99% детей Очень любят рисовать в детстве Ну, и когда ребенок изрисовывает все альбомы Все подряд То понятно, что надо куда-то ходить Заниматься уже в творческом коллективе Для меня это был коллектив в Доме пионеров Там дети занимались разных возрастов Атмосфера была такая творческая, свободная Мы делали и коллажи, и какие-то натюрморты с натуры Я до сих пор помню, как на меня надели буденовку И я сидела, позировала То есть у меня этой работы, конечно, нет А вот у других работы, может быть, сохранились Где я сижу и позирую в буденовке Ну, а потом В школе мне учитель по рисованию Дала заявление Чтобы написать его И поступить в художественную школу На тот момент художественная школа Еще не так давно у нас Ну, несколько лет всего Начала свою работу И я попала Вот в прекрасный мир художки После художественной школы Еще два года Евгения Урм посещала студию При Доме культуры Твердо решив связать свою жизнь с творчеством Художница поступила в Ленинградский институт Живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Его называют Академией художеств Ну, потому что этот институт располагается Вот в этом старинном здании Таком величественном, таком монументальном На берегу Невы И все шесть лет, что я там училась Когда вот идешь от метро Бежишь на лекции с утра Или на занятия И из-за угла появляется На другом берегу Невы Исаакиевский собор в дымке Сфинксы У главного фасада Академии художеств И всегда иногда прям не верилась Неужели это я вот здесь и сейчас Это, конечно, большое счастье, что мне довелось там учиться Я обучалась на факультете архитектуры И этот процесс рисования, конечно, он очень увлекательный Когда мы рисуем, мы счастливы Ну, потому что мы уходим в этот процесс Не важно, я рисую какую-то свою фантазию Или я рисую с натуры Ну, что касается меня, моего творчества То я рисую с натуры Ну, скорее всего, это можно назвать реалистическим искусством Когда мы рисуем вот с натуры Мы как-то входим с этой натурой В такую вот взаимосвязь И тут включается, наверное, все И зрение, эмоции Ну, вот этот перенос, натура Ну, я говорю холст, хотя я рисую на бумаге Я рисую акварелью Художница вдохновляется пейзажами, красивым небом, деревенскими домиками На холсте Евгения Урм пишет архитектуру, цветы, натюрморты Запечатлевает памятные и прекрасные моменты жизни и природы Акварель по бумаге Она дает такой спектр возможностей Потому что можно писать Алла Прима, ну, по сухой бумаге Писать сразу в полную силу, допустим И, ну, конечно, в каких-то этапах набирать От более бледного Бледной прорисовки Более насыщенной, яркой Но можно, пользуясь тем, что акварель это водорастворимая краска И она красиво растекается по сырой поверхности Писать по сырому Как это называется И обычно в своих работах Ну, например, в этюдах с натуры Я этим пользуюсь То есть, когда ты мочишь лист бумаги Начинаешь, ну, как правило, с неба Потому что небо, оно не менее прекрасно Чем то, что мы стараемся изобразить Из материальных объектов И вот эти вот облака Переливы голубого неба Потому что наверху оно более насыщенное Горизонту, оно более такое размытое Бледное Пользуясь вот этими Затеками краски Можно создать какие-то облака Какие-то, ну, вот такие Линии освещения На горизонте Мы здесь видим, что колокольня еще без куполов Ну, и нету восстановленных зданий и храмов Эта работа написана тоже Ну, для пленэра довольно редкие работы Зимние, ну, по понятной причине Потому что на морозе краска просто будет замерзать Да и рисовать холодно Вот Эта работа написана из окна Поэтому тут можно было написать Ну, и тоже вот техника работы по сырому Позволяет написать такое небо С такими облаками И даже вот как они растекаются вот тут внизу Это придает им такую динамику И мы понимаем, ну, и это действительно было так Что вот с той стороны Шел такой плотный фронт облачности И потом это все налетело И пошел снег Ну, то есть пока я эту работу писала Тут уже налетел Потому она и называется У меня снежный шквал Евгения Владимировна говорит Что для творчества важно не потерять нерв, вдохновение Потому что без внутреннего огонька У художника картина может не получиться И зритель не почувствует в ней Что-то особенное, живое Нужно ли художнику вдохновение? Или это как Такой уже рабочий процесс Когда вот Ну, надо написать Сажусь и пишу Да, как вот Надо идти на работу Мы идем и делаем Да, и не ждем вдохновения Или все-таки для художника важно вдохновение Если важно, то Где его надо черпать? Бывает ли вообще выгорание у художника? Хороший вопрос Потому что Ну, я полностью согласна Выгорание Оно касается всех профессий И художник не исключение Для художника, наверное, очень Ну, тяжело вот такое состояние Когда ты можешь нарисовать Не хочется Вот просто Ну, а чтобы работа была Ну, как-то Несла в себе что-то Художественную ценность Наверное, все-таки Ну, должно идти от Эмоций художника Потому что если Я буду так вымучена И скучно ее писать Ну, наверное Она будет не такая Как хотелось бы Но Вдохновение бесценно Вдохновение для художника бесценно Но иногда оно приходит Во время работы Есть работы Написанные Это вот Пленэр, наверное, 2007 года Такой кусочек Мы видим Здание Храма Иоанна Предтечия И рядом Вот такие Прекрасные Тополя Ну, вот Вы спрашивали О вдохновении Хочется вот сказать Еще О Организации Пленэров Вот, которые С 2006 года Наверное, у нас Департамент культуры Организовывает К нам приезжают художники Наши художники Вместе с ними Пишут Вот эта работа В Дивееве Она тоже написана Тогда на Пленэре И вот Эта работа Вот То есть Мы сами Показывали Нашим гостям Какие точки Можно здесь Выбрать В городе И сами Иногда удивлялись Что человек Ой, выбрал Вообще Такую Необычную Точку И Как это Интересно И мы Другими глазами Посмотрели На Привычный Нам Пейзаж Евгения Урм Часто выставляется Не только в Сарове Но и на областном уровне Делает персональные выставки Участвует в пленэрах Творческих мастерских Свои работы художница Почти не продает Пишет больше в атмосфере свободы В потоке творческой энергии В 2005 году Евгения Урм Вступила в Союз художников России А как вообще Художники попадают В такие союзы Это в вашем случае Это как? Ну в моем случае Это было У меня как раз Прошла первая Персональная выставка Она может Была и небольшая Это было В здании Городского музея Нашего Я уже на тот момент Работала Здесь В нашей школе искусств И к нам Приехал тогда Методист Из Нижнего Новгорода Юсова Светлана Ивановна И моя выставка Да, она была В музее сначала А потом мы ее Перевесили В стенах нашей школы И вот она Как раз увидела О, это ваш преподаватель А почему же Мы ее в Нижнем Не знаем Как-то надо Вступать в Союз художников Если есть Столько творческих работ И после этого Я начала ездить Вместе с моей коллегой Есениковой Татьяной Она как раз Санималась Керамикой Ну, там Для поступления В Союз художников Надо Определенное Количество Участия В выставках То есть Не только Ну вот Городских Но и Областных Выставках В Нижнем Новгороде Нижегородское отделение Союз художников Проводят Проводят Ежегодные Областные Выставки Ну, это Традиционный Осенний Вернисаж Ну, раньше Еще Рождественская Выставка Была Но сейчас Она Не каждый Год Проходит И вот Мы Ездили Участвовали В этих Выставках Еще Посчастливилось Принять Участие В региональной Выставке Большая Волга Ну, и После этого Вот Мы Подали Документы Евгению Урм Знают И любят Многие Саровчане Ее Работы Украшают Вернисажи В художественной Галерее Городском Музее Тепло Отзываются Евгении Владимировне И ее Учники Которые Отмечают Доброту И отзывчивость Своего Преподавателя Евгения Владимировна Мне очень Нравится Она Очень Хорошо Помогает Даже Если Какая Трудность У тебя Задается В рисунке Ты можешь Попросить О помощи Тебе Объясняют Покажут И скажут Как легче Нарисовать Она Очень Хорошо Помогает Объясняет Рисовать Как Лучше Сделать И Куда Добавить Иногда Тени У меня Проблема А еще Она Мне кажется На следующий год Еще Лучше Мне Я научусь Рисовать С помощью Такого Доброго Учителя Наш Преподаватель Очень Добрый И С ней всегда Бывает Даже на уроках Весело Она Всегда Поможет Объяснит И в некоторых Трудностях Даже В самых Мелких Незначительных Она Так же Спокойно Все Расскажет И Будет Вполне Все Понятно С каждым Днем Мы узнаем Что-то От нее Новое Даже Если Мы В каких-то Своих Достижениях Сами Справляемся Она Всегда Идет Нам На встречу И Даже Иногда Разрешает Оставаться Чуть Подольше Если Мы хотим Доделать Какую-то Плаженную Работу Чтобы Не Оставалось Долгов А вот Весело Почему Бывает Ну Потому Что Сам Человек Такой Сам Преподаватель Довольно Таки Общительная Водит Нас На разные Экскурсии Что Очень Приятно Проводить С ним Время Погружаясь В творческий Процесс Евгений Урм Испытывает Неподдельное Счастье Поэтому Работы Художницы Не оставляют Зрителя Равнодушным И передают Тепло И радость От встречи С прекрасным Наша передача Подошла К концу В следующий раз Мы услышим Новые истории Познакомимся С новыми героями Новыми лицами Лицами Сарова До встречи В следующем выпуске На канале 16